стреляет видите сколько вообще какая память удивительно у человека что вот я помню все вот эти вот стишки из детства да а вот запомнить все что мы сегодня мы учим нужно сильно напрягаться нужно сильно напрягаться но такая жизнь что делать такая жизнь в детстве человек запоминает все что ему в голову наливают то он и запоминает а если не запоминают его еще наказывать будут скажет ему ты что в школу пришел не хочешь запоминать чему тебя учат сейчас мы себя человека сделаем в детстве каждому ребенку мы с тебя чека сделаем пока ты не человек да не до человек так в детстве сад привели не до человека а вот сейчас мы из него сделаем человека я помню в детстве помните был фильм такой назывался он электроник приключение электроника красот он на этот фильм затрагивал очень глубокую тему разница между человеком не человеком и там была такая была такая интересная штука что хочешь быть человеком будем сейчас секундочку и так а мы учимся как увеличивать радость сегодня у нас 19 инструмент из книги быть в радости 19 инструмент и он заканчивает все инструменты дальше начинается следующая часть книги называется встретить все как встретить все эмоции которые у тебя как с ними работать то есть у нас была такая идея как автор книги строить свою книгу вначале он нам описал что человека немая звука в телеграме а сейчас раз 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 сейчас есть двух телеграмм вначале автор этой книги спасибо юрий да что подсказал сначала автор этой книги сказал что у человека забирает радость он нам объяснил с точки зрения торы и наука естественно все подтверждает потому что на сегодня наука уже дошла до такого уровня что она подтверждает все что сказано в торе раньше наука была конечно отсталая вообще отсталая что была за наука думали земля плоская людей лечили еще лет 50 назад там если у человека с головой что-то не в порядке его били током вообще знаете есть эрнест химмингуэй был такой писатель так его значит он говорит за мной следят ему говорят сейчас мы тебя вылечим значит его током глушили током какими-то там чуть ли не лоботомии мы собирали сделать чтобы вылечить его от того что за ним следили в общем в итоге он так его залечили что он закончил жизнь самоубийством потом прошло 50 лет после его смерти фбр раскрывает свои эти самые архивы оказывается знаете что за ним реально следили вот а его значит били током залечили вот такая была наука раньше да то есть на сегодня наука уже подтверждает все что мы знаем из торы и поэтому четыре барьера которые он нам показал природа человека инстинктивный мозг инстинктивный мозг и мозг млекопитающего животные пугливые и человек он так как он состоит на большую часть из всего нервная система и в принципе внутренняя система у нас идентична там на 99 процентов с приматами до или с какими будь коровами там на 96 на 95 процентов и животное они пугливые главное как бы качество это быстрее убежать от хищника потому что они все звенья в пищевой цепочке и они в любое животное она 24 часа в сутки она ждет чего кто-то съест прям ну конкретно вся его жизнь это убежать от того кто должен съесть тебя и человек вся его животная природа она все время на в этом самом на режиме такой знаешь на измене да то есть человек если он перестает быть человеком перестает быть духовным интеллектуальным то а просто отпускает на животный уровень и он называется то что такое есть ну страх у него начинается внутренний страх это первый самый главный барьер для радости что природа человека она не радостная животная природа человека называем это так она не радостная второй был барьер самый важный я Я люблю очень важные, брать вещи сразу, я вам сразу говорю, что два самых важных барьера, первый барьер, он животный, да, вот этот вот природный барьер, который человека ведет все время в негативные эмоции, второй барьер интеллектуальный, это эго, эго человека это некая компьютерная программа, в которой главную роль занимает история о себе, я, типа я вот, ну вот это слово я, это как бы главное такое надутое, то, с чем мы сейчас в Песах будем бороться, надутая вот такая вот искусственная вообще реальность, потому что я как такового нет, все мысли человека это просто вообще некая иллюзия, которая вообще непонятно, как она держится, эта иллюзия, и вот вот этот вот я, человек, он хочет, чтобы не только он себе про себя рассказывает сказки, какой он сам, да, а он еще хочет, чтобы все вокруг в мире действовали по его указочке, да, по его указочке, и он, значит, чем человек более такой надутый, чем человек более гордый, такой гордец и, ну, такой эгоист, эгоцентрик, там, я не знаю, как назвать все вот эти вот штуки, чем больше он хочет властвовать над другими людьми, тем больше он себе создает негативных эмоций, почему? Потому что люди, потому что люди, по факту, да, по факту, внешний мир, он не твой, есть люди, у каждого, Абрама, своя программа, у каждого свои какие-то планы, желания, мысли, у каждого есть вот это вот надутое эго внутри, которое называется я, и люди нарушают планы друг друга. И вторая причина, почему у людей есть негативные эмоции, потому что другие люди, они делают, делают, что хотят, вообще ведут себя, как хотят, делают, что хотят, говорят, что хотят, опаздывают, в общем, они не делают так, как я хочу. Вот две главных причины, почему у человека, у большинства людей есть негативные эмоции, то есть не выполняется его пожелание, и когда они нарушаются, у него возникают негативные эмоции от скути до гнева, до ярости. И второе, если он просто расслабился, он пугается всего, что может ему принести вред, и так как у него фантазия бурная, то можно придумать себе очень много, что может принести вред. Плюс люди друг друга пугают, в СМИ пугают друг друга, все, и поэтому у людей большая часть негативные эмоции, и несмотря, что уровень материальный и уровень комфорта растет невероятно в мире, уровень тревожности, уровень негатива, уровень негативных эмоций, переходящих в депрессию, в страхе, в памяти и так далее, он только растет. Вот, и теперь, как мы с этим боремся? Автор предлагает нам, сегодня будет 19 метод, я давайте расскажу вам 19 его метод, или давайте вначале повторим все 18, которые мы выучили, и 19 он называется, знаете как, 19 называется так, я вам сейчас прочту, 19 называется так, название, дословно вам скажу, да? Значит, а когда ничего не помогает, он последний, он говорит, если все 18 предыдущие не помогают, то 19, когда ничего не помогает, 19 метод мы сегодня выучим в конце урока. Итак, значит, первый метод, давайте повторим все 19, все 19 мы повторим. Первый был метод, это принять решение, быть радостным, то есть человек, который не принял решение быть радостным, а принял решение быть нерадостным, например, да? Вот есть, например, кто-то, есть эти люди, они борются, воюют, они там, у них решение всем что-то доказать, кого-то там, это их право, да? То есть, ну, оно их, эти люди несчастные, можно сказать. Теперь, первое, чтобы было больше радости в жизни, нужно принять решение быть радостным. Второе, второе шутки, хочешь быть радостным, будь им, ищи шутки, ищи анекдоты, ищи истории, ищи какие-то способы, которые тебя развеселят. Вот, как один приходит к доктору и говорит, у меня депрессия. Тот ему говорит, ну, говорит, что, надо как-то выходить из этого состояния, надо что-то делать, чтобы выходить. Он говорит, ну, а я вот думаю, может мне жизнь самоубийством закончить. Доктор ему говорит, ну, не знаю, не думаю, что это вас развеселит. Не думаю, что это вас развеселит и выведет из депрессии, да? Надо искать способы, как выйти из депрессии. Вот шутка, смешная же шутка, смешная. Человек, который принял решение веселиться, он ищет шутки. Это второй был способ. Третий способ называется, по Станиславскому, будь актером. Веди себя так, как будто бы ты веселый. То есть, у человека есть его внешнее проявление, есть внутреннее. Так вот, доказано, что если ты внешне, в Станиславстве прям актеров обучал, если ты вживаешься в какую-то роль внешне, то внутреннее состояние, эмоция к тебе тоже приходит. Это третий способ. Четвертый способ – музыка-танцы. Я прям сделал себе плейлист, вам тоже советую. Собирайте ту музыку, которая вас включает. Танцуйте, двигайтесь под эту музыку. У всех у нас были там песни, которые когда-то нас включали. Значит, я прям ищу эти песни, нахожусь, сейчас делаю этот самый плейлист себе. Да? Отлично. Это был четвертый способ. Пятый способ. Пятый способ называется журнал, капсулы радости он назвал. Можно назвать журнал радости. Значит, вы берете какие-то свои поездки, которые вас радовали, какие-то свои даты, которые вас радовали, какие-то свои личные там спасения, выздоровления, которые у вас были в жизни. И собирайте в журнале, собирайте вот эти для себя такие вот якорные, радостные даты. И когда вы хотите сегодня порадоваться, вы поднимаете, смотрите. Так, сегодня, значит, у меня праздник. Почему? Значит, там, 10 лет назад в институте я сдал сложный экзамен. Помню, как это было. И вы радуетесь, значит, устроили праздник, пригласили друзей. Значит, празднуете целый день, как вы сдали экзамен в институте. Завтра другой праздник. Какой? Ну, и так далее. Итак, дальше. Значит, Таня, надо молиться, чтобы Всевышний дал ему полное выздоровление. Надо молиться, чтобы Всевышний дал ему силы, чтобы Всевышний дал вам силы, чтобы Всевышний дал врачам мудрые какие-то действия. То есть, нужно молиться, просить Всевышнего благодарить за то, что было до этого, когда он был здоров. И, возможно, вы тогда не сильно радовались. Сейчас можно еще раз поблагодарить Всевышнего, порадоваться. И пообещать, что уже дальше вы будете радоваться всегда, если будет хотя бы нормально, то вы уже будете прыгать до потолка от радости. Это был ответ, когда действительно что-то происходит сложное. Можно ли радоваться? Действительно сложно. Очень сложно в таких ситуациях радоваться самой проблеме. Но страдания могут усугубить. А вот если вокруг сделать что-то такое более позитивное, то может оно как-то и улучшить. Поэтому мы проходили 120 уроков по благодарности. И там Раф Шаламаруш нам объяснял, что чудо можно удостоиться только за счет благодарности Всевышнему. В сложной ситуации, когда ты в ней уже находишься, то удостоиться чуду от Всевышнего можно только, когда ты сам даже в такой ситуации находишь силу благодарить Всевышнего. То он говорит, слушай, если он меня так любит, значит сделай для него чудо. Так он объяснял. Но мы тоже молимся, чтобы было полное выздоровление вашему мужу, Раф Шаламаруш, вашему мужу. Все, кто нуждается в выздоровлении, чтобы было полное выздоровление. И вам тоже вера, силы и поддержки, чтобы у вас была сила поддержать его, если есть дети, поддержать детей. То есть все это нужна, конечно, сила. И тоже нужно не сломаться. Потому что Ник Вучич без рук, без ног не сломался. Есть люди, которые от маленьких ситуаций ломаются. Есть люди, которые в огромных ситуациях сложных не ломаются. Это как раз выбор каждого. Да, я знаю Рафаш Ракушнира. Я у него много лет учился. И до сих пор мы с ним общаемся. Очень хорошо. Хорошо, друзья. Все, двигаемся дальше. Значит, четвертое. Это капсулы радости. Мы берем радость из прошлого и переносим в настоящее. Это была пятая у нас. Пятая. Шестое. Это шестое называется «Кто богат?» Есть такая в перте вот выражение «радостность своему уделу». То есть у каждого из нас есть то, что есть, то, что есть уже. И обычно человек это обесценивает. Есть то, чего нет. То, чего не хватает. И он обычно там сосредоточен, живет в полупустых стаканах. Значит, шестой способ увеличивать радость – это сосредоточиться на том, что у тебя есть. И за все это благодарить, благодарить, благодарить. Потому что у каждого из нас сегодня есть то, чего раньше не было. То, о чем мы когда-то мечтали. И можно, как бы, сделать ревизию того, что есть. У меня книжка эта есть. Это же прекрасная книжка. Спасибо Всевышнему. У меня нет какой-то книжки, от которой я хочу эту книжку. Но это же у меня есть. И вот это у меня есть. И вот это есть. То есть, как только ты делаешь список, это был у нас шестой способ увеличивать радости, список того, что есть, свои полуполные стаканы, и на них сосредотачиваешься, то это увеличивает радость. Седьмой способ, который мы изучили увеличение радости – это искры радости. Значит, вот у человека есть, он идет по улице, увидел цветочек. И вот цветочек порадовал. Раздуй эту искру, дай туда внимание, дай туда кислорода. Порадуйся этому цветочку, остановись, понюхай его, сорви его, посади его, засуши его. Значит, когда ты этот цветочек, заполни этим цветочком все свое восприятие. Это седьмой у нас был способ, который предлагает автор этой книги. Восьмой способ. Восьмой способ называется «Думай хорошо». Мышление так устроено, что мы не можем одновременно думать две мысли. И когда ты думаешь мысль, которая для тебя негативная мысль, в этот момент ты не можешь думать позитивную. Когда ты смотришь на полупустой стакан и думаешь о том, что тебе не хватает, то в этот момент тебе реально не хватает, у тебя нет ничего, кроме того, что тебе не хватает. Когда ты думаешь о том, что тебе да, хватает о чем-то хорошем, в этот момент ты не можешь одновременно думать о том, что тебе не хватает. И в этой ситуации он нам советует, восьмой инструмент, все время переключаться на вот эти вот искры радости, их раздувать и заполнять свое мышление, мышление, значит, вот этими вот позитивными мыслями. Но так как еще раз, вот многие уже спрашивают, когда человек приходит к врачу и говорит, ой, я заболел, врач ему говорит, сейчас будем лечить твою болезнь, и это больно, всегда больно лечить болезнь, таблетки горькие, уколы тяжелые, операции больные и так далее. Теперь, ну, врач обычно ему не говорит, слушай, а что ты 20 лет назад, когда ты читал про профилактику этой болезни, почему ты сказал, мне это не надо? Вот то же самое, я не берусь, есть люди, которые умеют именно работать в крайних ситуациях. Я никогда не работал в крайних ситуациях, я работал всегда в ситуации, когда норма, все рядом с нормой. И вот когда вы рядом с нормой, вот в этот момент самое время и заниматься спортом, и заниматься зарядкой, и заниматься профилактикой, и заниматься позитивным мышлением, и заниматься благодарностью Всевышнему, и выполнять заповеди, и молиться, и ходить в синагогу, и давать сдаку. То есть, когда хорошо, вот и тогда и надо увеличивать в том, что хорошо. И Всевышний же сказал, откуда у нас все эти уроки про радость, про благодарность. Написано в Торе, что за то, что ты не служил Богу всесильному твоему, когда было у тебя все хорошо, за то, что когда было все хорошо, ты не служил в радости Богу, значит, за это приходят проклятия. Поэтому человек, который находится в нормальном состоянии, я, честно, я могу только молиться за тех, кому плохо, я могу вам пожелать огромной силы и огромных каких-то ресурсов спасения и так далее. Я не знаю, ну, я всегда молился Всевышнему, что я слабый, не посылай мне никаких испытаний. Испытания Бог посылает тем людям, которые сильные, которые могут их выстоять. Я никогда себя сильным не считал, я очень всегда был такой, знаете, если какая-то сложная проблема, я от нее обычно убегал. Я не боролся. Знаете, есть три реакции, бей, бей, ди, замри. Я же был третий на чемпионате мира полевого атлетики в беде на 110 метров с барьерами. И вырос в 90-е годы в тяжелые. У меня была стратегия, ну, то есть, куда, если на тебя толпаку, что ты с ней сделаешь? То есть, зато меня никто не мог поймать. Поймать меня не мог никто. Я всегда думал так, что если пришла какая-то серьезная проблема, лучше от нее убежать. Вот. Но, когда ты убежал, надо тренироваться и готовиться так, чтобы тебе больше никогда в эту ситуацию не попасть. И вот об этом мы как раз, и этому мы учимся, чтобы служить Богу Всесильному, когда все хорошо, с радостью в сердце, но служить. Выполнять все, что ты должен выполнять. Заповеди, благодарность, молитва, цдака, еще благодарность, помогать другим. То есть, заниматься, это называется профилактика. Тебе хорошо, радуйся. Не сиди, когда тебе хорошо и не кричи, мне не хватает. А, тебе не хватает, тебе плохо, ты думаешь, что тебе плохо, когда тебе хорошо. Всевышний говорит, ну придется выполнить твой заказ, на тебе плохо. Раз ты не умеешь радоваться тому, что у тебя есть, так на тебе тогда, то есть, ты хочешь, ты все время смотришь, что тебе не хватает. Мне плохо, все кричат, мне плохо, мне плохо, правительство им не нравилось, как здесь было перед 7 октября. То им не нравилось, все им не нравилось, прям вообще-таки. Потом бах, война. Или там, я не знаю, та же ситуация в Украине, когда был 2000, по-моему, когда был Майдан, 2014 год, да, я жил тогда. Ну вообще было, ну было все нормально. Не, не хватало, не хватало в ЕС. До сих пор мы не в ЕС, Украина не в ЕС. Я гражданин Украины, у меня есть паспорт, все. Нету ЕС никакого, да. Что не хватало на тот момент, 2014? Доллар был 8 гривен, по-моему, был доллар. Была свобода, летай, не хочу, все было хорошо, экономика на подъеме, все на подъеме было. Чего не хватало? ЕС не хватало. Значит, все, вот мы с 2014 года, значит, 10 лет уже улучшаем жизнь. Улучшаем жизнь, потому что не хватало, плохо было, было сильно плохо, да. Понятно. Теперь, и так в жизни каждого человека, поэтому мы сейчас учимся, когда все нормально, вот это, на этом нормально, нужно таким быть счастливым, таким быть радостным, чтобы Всевышний сказал, ну вообще, вот этот молодец, он еще больше радуется, чем я ему даю. Надо добавить, чтобы честно было, надо ему добавить еще поводов для радости. Раз он так радуется, когда у него так поводов особых нету, на тебе, бери вообще полностью, чтобы тебе было все честно должно быть, да. Тот, кто ему хорошо, а он не радуется, чтобы все было честно, ему даются проблемы. Тот, у кого есть проблемы, но он радуется, у него проблемы забирает. Примерно так работает мир. Хорошо, мы остановились на восьмом, это хорошие мысли вместо плохих. На девятом, девятое, это говори про радость. Есть очень интересная такая мысль, да, в Торе, что, что, вот у человека есть мысли, мох, мох, это как мышление. Мышление, мох, называется мозг на иврите, да. Цехль, это интеллект, как у компьютера есть железо, есть программа. Так и у человека есть мозг, это как бы, это как компьютер, железо. А интеллект, знание, это как программное обеспечение. Значит, девятый инструмент, это говори про радость. Почему говори про радость? Потому что, когда ты какую-то мысль, ты ее где-то поймал, и она у тебя крутится, но она в подсознание не засела, и она не заряженная. Когда ты какую-то мысль проговариваешь вслух, как аутотренинг, да, то она заряжается твоей энергией, и она проникает в твое тело. Поэтому негативные мысли разрушают тело, позитивные мысли, они тело строят, оздоравливают и делают его лучше. Понятно, да? Но их надо именно проговаривать, как аутотренинг, как такой самогипноз. Обычно люди себя гипнотизируют. У мамы моей, дай ей бог здоровья, значит, у нее деменция, да? Она не помнит. Но она, как только у нее чуть-чуть ухудшилась память, она начала прям конкретно себя гипнотизировать. Что-то я не помню, ничего не помню. Я все время, мама, ну ты же больше час ты помнишь. Но, значит, нет, не помню. И вот она себя уговаривала, что она не помнит. И где-то лет 10 она себя уговаривала, с 70, вот, часа 85. С 70 она начала себя уговаривать, к 80 она себя уговорила, что у нее память не помнит она, да? Примерно так происходит у людей, когда мы все время повторяем какие-то негативные выражения о себе, о мире, о людях, то мы, конечно, их заряжаем, эти мысли своей энергией. Они утрамбовываются в подсознании. И как маяти-таки шлют постоянную негативную энергию, которая потом уходит в виде программ в небо и возвращается в виде неприятностей на человека. Поэтому, девятое, говорим о радости, говорим о позитиве. Десятое, десятый инструмент увеличения радости по этой книге, десятый инструмент увеличения радости, это позиция твоя в мире. Значит, первых 10 лет человек находится в позиции ребенка, которому дай. Он считает, что мир, люди, все ему должны. Потом ему пытаются объяснить, никто тебе ничего не должен, ты должен давать людям. Но человек внутренне с этим не согласен. И получается, когда человек внутренне с этим не согласен, что он в этом мире для того, чтобы помогать другим людям, делать добро, быть несущим свет и радость, он продолжает быть в детской позиции, дайте мне. Но люди-то другие, они тоже в детской позиции, дайте мне. Вот два человека женятся, один говорит другому, дай мне, ты мне должен. Второй говорит, нет, ты мне должен. Зачем я замуж выходил или женился? Чтобы давать? Нет, я хочу получать. Все, и оба несчастные развелись. Дальше они влюбляются в кого-то, вау, 3 месяца, значит, они только хорошие слова, только позитив. Потом женятся, ну что, теперь давай, теперь ты мне должен. Второй говорит, я тебе должен, ты мне должен. И опять пошла позиция. То есть, для увеличения радости нужно отказаться от детской позиции, стать человеком, который дает, а не который получает. Да, вот есть какой-то несчастный купец, который живет в своем каком-то иллюзорном мире, купцом себя назвал еще, да, и говорит, что он верит, что в мире есть зло. Пускай верит. Значит, человек, который в мире занимает позицию, что ему должны, он всегда будет, у него всегда будет недостача, ему всегда будет не хватать. Ему всегда будет, значит, его будут обижать, ему будет всегда казаться, что кто-то у него что-то забрал. А человек, который хочет давать и помогать, ему всегда есть кому давать, кому помогать, потому что, значит, когда ты помогаешь, причем, знаете, что интересно? Когда ты занимаешь позицию давать, то люди, которым ты даешь, они чаще всего на это реагируют как? Они тоже начинают давать. Или ты от них не ждешь, но количество того, что ты получаешь, начинает резко расти. В первую очередь, начинает расти радость, когда ты перестаешь ждать от других, что они тебе что-то должны. Дальше, одиннадцатый инструмент. Одиннадцатый инструмент называется «Все к лучшему». Веришь, что все к лучшему. Значит, мы не знаем, как будет. Никто не знает, как будет, значит, но есть люди, которые уже сегодня, вот, было, например, 1-го, по-моему, апреля, ну, или 2-го, Израиль уничтожил убийц, иранских убийц, бандитов, которые, которые участвовали в создании вот этого вот 7-го октября. Ну, убийцы такие, знаете, бандиты, которые не скрывают, что они убийцы, бандиты и преступники. И Израиль уничтожил с Божьей помощью, слава Богу, спасибо Всевышнему, уничтожил, беру эти вот этих вот убийц несколько. Теперь, что получается? Получается, получается, с тех пор, с тех пор, кто-то живет в панике. Вот уже прошло там 10 дней, и начиная с первого дня были люди, которые впали в панику. Почему? Ой, будет плохо, ой, будет плохо, ой, будет плохо, ой, будет плохо. Журналисты пишут, будет плохо, все пишут, ну, люди негативщики, да, будет плохо. Уже 10 дней. Те, кто верят, что все будет плохо, они 10 дней уже в панике. Те, кто говорят, с Божьей помощью все будет хорошо, они 10 дней верят, что все будет хорошо. Теперь, если я верю, что будет хорошо в любом случае, в любом случае, что бы ни было, все будет хорошо. Все. Это у нас 11-й был инструмент, который увеличивает радость, все, что Бог делает, все к лучшему. 12-й инструмент. Значит, 12-й инструмент, когда, как раз это был ответ на вопрос, ситуация, когда в данный момент что-то плохо. Оказывается, в данный момент истиснин происходит самое большое развитие. Значит, есть известная такая фраза, что кризис в китайском языке записан двумя иероглифами. Один обозначает опасность, другой благоприятная возможность. Автор книги, которую мы изучаем, он говорит, что в ситуации, когда происходит какое-то сильное сжатие, оттуда происходит и спасение. Кто в это верит? Тому даже в момент, когда сильное сжатие, значит, у него уже есть вера, что не просто все будет к лучшему, а все будет очень хорошо, как говорил какой-то из философов, что то, что нас не убивает, делает сильнее. Говорил он, чтобы показать вот этот вот момент, что действительно из сильного сжатия тот, кто проходит. Тут есть, знаете, простой психологический эффект. Тот, кто проходит какое-то сильное сжатие, такую сильную какую-то ситуацию проблемную, то дальше у него все, что вверх, как только он начинает двигаться вверх, да, ему все это доставляет радость. То есть человек, который, как принцесса на горошине, находится на 20 матрасах, и он изнеженный, то ему все доставляет страдания. Человек, который находится на самом пике страдания, как только его отпустило страдание, ему уже хорошо. Тот, кто чуть поднялся выше, ему стало еще лучше, еще лучше. То есть у него есть дорога только вверх. Это как раз был 12-й инструмент. 13-й инструмент, когда ты хочешь увеличить радость, начни веселить других, начни радовать других. И это очень интересно. Вчера, например, есть такой Морденштерн, и у меня есть друг, это Давид Ротман, который сделал отряд самообороны Иерусалима. И вот вчера Морденштерн вместе с Давидом и с его отрядом, они приехали в больницу, и Морденштерн переоделся в клоуна и развлекал детей. У него сейчас такая, в жизни не очень простой период, да, но человек, который приходит к деткам, которые болеют и начинает их развлекать, то в этот момент ему самому становится намного легче. Его радость, она увеличивается. Это был у нас 13-й инструмент. 14-й инструмент, который мы изучили, он называется бег. Бег, спорт, когда человек просто начинает двигаться, ходить, выходит на природу, у него поднимается уровень эндорфинов, уровень радости, энергии автоматически поднимается. 15-й инструмент, это нигун. Мелодии, которые человек внутри себя напевает, называется нигун. Или песню человек поет, или он поет просто мелодию, это увеличивает радость. Это был 15-й инструмент. 16-й инструмент называется бетахон и эмуна. Вера и упование на Всевышнего. Действительно, без веры человеку тяжело бы жить. То есть, у него вот это эго, которое он пытается контролировать мир, оно пугливое очень. И он понимает, что по факту он не контролирует ничего. То есть, человек, он мелкий такой вот, маленький пузырик такой, да, который, который, вот этот вот пузырик, который пытается там что-то о мире говорить, еще о чем-то, но он ничего не знает. И, ну, даже самые вот такие были раздутые, там, Александр Матидонский, Гитлер, чтобы стерлось его имя. Чем они закончили? Каддафи, этот самый Саддам Хусейн, такие они были раздутые, прямо надутые, прям великаны. Потом пшик, и нету их, да. И поэтому человек, который нормальный, просто адекватный, он понимает, что он ничем не управляет, вообще ничем он не управляет. И поэтому только тот, кто уверен во Всевышнем, верит во Всевышнего, верит, что Всевышний любит его, и все к лучшему, у того есть настоящая внутренняя радость. Это был у нас инструмент номер 16. Семнадцатый инструмент, семнадцатый инструмент, это был, называется, духовная радость. Он говорит такую вещь, что, в принципе, в материальном мире, этот материальный мир, весь он недоделанный и неполноценный, он рассыпается. И человек, который прикреплен своим вниманием, своими целями, своей жизнью, своими мыслями, прикреплен к материальному миру, то здесь не может быть радости в этом мире, такой глубокой и настоящей. И только когда человек поднимается на духовный уровень и видит, что весь этот мир, это восемь миллиардов человек, которых через восемьдесят лет никого здесь уже не будет в этом мире. Только человек, который поднялся на уровень, когда он видит, что с начала года уже появилось двадцать миллионов новых людей в мире. На двадцать миллионов выросла численность населения, а ушло из этого мира с начала года там десять миллионов или пятнадцать миллионов человек, которые умерли уже, да. Каждый день там сто пятьдесят тысяч уходит и триста приходит. То есть как только человек поднимается на какой-то более высокий духовный уровень и понимает, что он не тело, он душа. И весь этот мир это просто земля, на которой есть вода, на которой есть песок и на которой есть восемь миллиардов песчинок, которые через восемьдесят лет никого здесь не будет. И в этот момент у человека, когда он осознает, что я был, есть и буду, но только в духовном мире, в этот момент он прикрепляется к духовной радости. И чем он глубже прикрепляется к духовной радости, тем эта радость, она бесконечная, как бесконечен Всевышний. Это у нас был семнадцатый инструмент. Восемнадцатый инструмент у нас был Пикуде Ашем Мисамхим Лев. Это слова Бога, они радуют сердце. Слова о заповеди Всевышнего. И как только человек понимает, что он, это душа, а душа соединена со Всевышним, а со Всевышним мы общаемся через пророков, и он начинает изучать духовные писания, он начинает воспринимать мир, как и себя в нем, да, как говорил царь Соломон, что в конце концов все понятно, Бога бойся, заповеди соблюдай, в этом есть человек. В этот момент его начинают радовать, вот слова Тора, заповеди, они всегда есть. И сегодня мы пришли, девятнадцатый, последний инструмент, он говорит, если ничего не помогает, то что? Девятнадцатый инструмент, если ничего не помогает, он говорит, как-то я был в Умане, автор этой книги. Говорит, и в Умане я встретился с одним хасидом таким, да, бресловским, который всю жизнь изучает Раби Нахмана, его Тору, надо быть в радости, большая заповедь быть в радости. И этот хасид ему говорит, этому автору книги, Рон Вабер, он говорит, ну а если ничего не помогает, то что? Он говорит, я его спросил, как тебе может ничего не помогать? Ты же всю жизнь изучаешь учения Раби Нахмана, ты изучаешь Тору, как ты, тебе ничего не помогает? Как может такое вообще быть, что тебе ничего не помогает? Он говорит такую вещь. Значит, дураков мы убираем. Вот, в принципе, можно, как бы, дураков можно от них отгородиться, да, и дураки потом они друг с другом общаются, и дураки дураков глушат, да, такое есть. Не надо даже с ними, не надо с ними общаться. Это в Ютьюбе там какой-то есть, ну, человек, который невменяемый, он не просто тихий невменяемый, есть громкие невменяемые. И он сейчас здесь что-то поговорил, да, потом он пойдет в другом месте, а всегда на невменяемого есть другой невменяемый. И все невменяемые, рано или поздно, они, значит, оказываются в травмопункте. Так вот, значит, теперь для вменяемых, для нормальных людей. Этот хотит его спрашивать, если ничего не получается, то что? Что делать? И он говорит, я ему дал такой совет. Я ему дал такой совет, что действительно бывают моменты, когда у человека вот опускаются руки, когда у него нет энергии, когда он заболел, когда он в какой-то эмоциональной яме. И он попробовал все предыдущие 18 инструментов, и они не сработали. То, что он говорит, прими эту ситуацию, просто прими, просто расслабься. То есть, в этот момент наибольшее страдание человеку приносит то, что он сам недоволен собой, что у него не получается быть радостным. И когда он действительно, вот он принял решение, он хочет быть радостным, он любит Всевышнего, он все попробовал, а у него не получается, в этот момент нужно просто расслабиться. Все проходит, и это пройдет. Такой вот был 19 инструмент. Если у тебя не получается порадоваться, прими ситуацию, не радуйся. Не радуйся, просто прими, что да, такой сейчас у тебя момент. Все по воле Всевышнего, и когда ты отпустишь все, ты перестанешь бороться, ты сохранишь силы, в этот момент, в какой-то момент волна радости поднимется, потому что добра в мире намного больше, чем зла. Из 300 почти участников урока только один неадекватный. Представляете, один неадекватный. Зло, оно заметное, оно просто зло, оно прям такое противное, как заноза. Но его в мире намного меньше, чем добра. Если ты устал, расслабься, и через там буквально как ты расслабишься, тебя вынесет, вынесет опять на радость, на свет, Всевышний тебя подхватит, и все будет отлично. Все, всем удачи, успехов, и мы продолжаем с Божьей помощью завтра. Увеличивает радость, и он нам, как раз следующая глава, я так понял, он переходит сейчас с девятнадцатым инструментом, он переходит на конкретные модели поведения, в ситуации, когда накрывает какой-то негатив, когда какие-то события. Как вести себя в этих ситуациях, мы начнем завтра изучать следующую часть в этой книге. Я решил, что мы ее закончим, потому что очень правильно в жизни начинать, заканчивать вещи, быть таким спокойным, спокойным. Все же отлично, слава Богу. Все, удачи, успехов, хорошего дня, благополучия, выздоровления, здоровья, счастья, богатства, все, что кому нужно, чтобы Всевышний дал. Но самое главное, то, что я всем желаю и себе, чтобы мы умели благодарить и радоваться за то, что он уже нам дал. Уже нам дал, он нам дал много всего. Все, удачи, успехов, счастливо.